И снова всем привет! Я сегодня к вам с горой раскрасок и немножко запоздала с выпуском отчетного видео, потому что заканчивала одну из этих книг, какую пока не скажу, скоро увидите, интрига будет раскрыта. И намереваюсь сегодня полистать ее целиком, показать вам. Давайте скорее начнем. И по традиции еще небольшое отступление. Как всегда, показываю вам все, что закончилось. У меня есть канцелярия за прошедший месяц. Закончилось, перестала писать по разным причинам. Как всегда, больше всего ручек, но тут пара маркеров есть и капиллярные гелевые ручки. В общем, все вперемешку. У меня, как обычно, без сюрпризов узоры, мандалы. В общем, все в моем любимом стиле. И первая картинка — это такая цепь. Специально выбирала цвета что-то типа золото-серебро. Как видите, тут желтый имитирует золото, красный, видимо, розовое золото. Серебряно-черно-серебро. Ну, в общем, для меня это такая цепь была. Напоминала по виду. А здесь мое любимое сочетание — бирюзовый с оранжевым. Такой последний привет от лета. Или что-то уже осеннее здесь началось. И вот это мне прямо очень понравилось. Не помню уже, как я до такой жизни дошла. У кого-то, по-моему, увидела. Не сама придумала сочетание. Но очень симпатично все вышло. Обожаю эту книжку, эти тоненькие листочки, которые деформируются из-за чернил. Мне почему-то все это очень нравится. И, в общем-то, тоже книжка близка к завершению. Далее квадратненькая маленькая книжечка с мандалами. И тут вот такие маленькие мандалы. И их я копировала со своих любимых магнитиков. Вот этих, которые у меня всегда под рукой. Много их разных. И просто некоторые цветовые сочетания брала с них, перерисовывала. Мне кажется, удачная была идея. Давайте их оставим для настроения. И здесь, по-моему, все. Начала недавно эту книжку. Не помню, показывала или нет. Страничку с персонализацией, по-моему, в прошлый раз показывала. Хорошая книжка. Нравится. Эту буквально вот недавно просто уже попалась под руку. Досматривала видео и решила быстренько раскрасить фломастерами Штедлер. Недавно их стала перебирать. Это большой набор, где 70 с чем-то штук. И толстенькие там такие наконечники. Не самый мой любимый. Но я боялась, что уже что-то засохло. Давно ими не пользовалась. В итоге все пишут. И вот такие картинки можно с ними сделать. Дальше. Ежедневник с мандалами. И здесь, соответственно, мандала. Вот такая блестящая. И, по-моему, тоже в прошлый раз забыла. Опять вдохновленная маленькими своими магнитиками. На первой страничке тоже мандала. Классная книжка. Собираюсь реально его как ежедневник использовать, кстати. Дальше. Дальше. Вот эта книжка с геометрическими узорами. Здесь тоже много картинок раскрасила. И тоже она уже скоро-скоро кончится. Как бы я не оттягивала этот момент. Уж очень ее люблю. И, кстати, лайфхак. Лоттеры из парфюмерных магазинов можно использовать как закладки. В итоге приятно все это ароматизировано. Вот такая плетеночка. Люблю с желтым всякие сиреневые оттенки сочетать. Мячики. Какие-то баскетбольно-пляжные. И, по-моему, что-то еще здесь было. Неужели только две картинки? Да, видимо, все-таки я ее так берегла, что пока только две. Ну, возможно, что-то я забыла. Но скоро она тоже появится в раскрашенных полностью. И давайте раскрою интригу. Закончила вот эту я книжку. И начнем, наверное, листать с нее. Так, я даже не знаю. Ну, давайте с самого начала буду листать. Потому что раз уж она закончилась, обожала я эту книгу. Года два-три она у меня заняла. Ну, так, в неторопливом темпе. Здесь сначала идут примеры на такой хорошей, очень мелованной бумаге. И дальше уже начинается сама раскраска. Вот, собственно, первая мной раскрашенная картинка. Ну, не первая по порядку. Я вообще все время в разнобой все раскрашиваю. Но первая в этой книге страничка. Это были маркеры. Здесь, соответственно, просвечивают. Вся книга вот такая. Типа мандал, типа плитки. Каких-то таких орнаментов, этнических узоров. Как обычно здесь все намешано. В основном гелевые ручки из редко маркера. Еще реже фломастеры. Да, вот накладка прозрачная. Это раскрашено в сентябре. Вот это вообще на турецкую какую-то мозаичную плитку похоже. Эта картинка тоже сентябрьская. И она с обложки. Я, в общем-то, не мудростой и лукаво повторила цвета с обложки. И вот буквально последняя законченная. Уже чуть ли не в начале октября. Картинка. Последняя. Вот она стала. В этой книге. Да, кстати, тут всегда еще какие-нибудь цитаты интересные. Классная реальная книжка. И узоры мне в ней нравились. И цитаты эти. И качество бумаги. Здесь, кстати, не знаю, видно будет или нет. Тут дуал металлик. Гибридные ручки. Вот эта красная. Она с такими искорками. Интересную. Радуги. Еще радуги. Тоже сентябрьская картинка. И тоже, кстати, закладка с духами. Кстати, аромат термоядерный. Если кто-то любит, это Монсера, по-моему. Один из более-менее их новых ароматов. Не помню точно, как называется. Что-то там про женственность какую-то. Ну, в общем, он реально термоядерный. Просто на всю комнату пахнет. Здесь я просто хотела закончить какие-то гелевые ручки. Но получилось нормально так. А вот это вообще классно. Такая решетка золотая. Даже не верится мне, что она закончилась. Обожаю сочетание такого зеленого яркого с сиреневым. О, вот это вообще моя любовь. Конечно, она сделана по образцу из тех, что в начале книги. Но сама идея, какие здесь полупрозрачные цвета. И, кстати, этим цветам я обязана ручкам шанс моим любимым. Про которые я все никак не сниму обзор. Но каждое видео отчетное с раскрасками обещаю снять. Потому что у меня их просто очень много разных разновидностей накопилось. Я их люблю нежной любовью. Ну, не все, но большинство. Это вот что-то африканско-этническое. О, вот это тоже мне очень нравится. Обожаю, когда вот так вот удачно удается какие-то сдержанные оттенки преподнести. Как-то интересно. Разбавить одним ярким. Вот уже что-то классное. Это мне немножко тетрис почему-то напоминало. Или что-то такое, пиксельные какие-то картинки. В общем, вот тоже. Ну, скажите, классный узор. Классные образцы вначале, благодаря которым так это все гармонично смотрится. И, насколько я знаю, у этой книги есть... А вот это что-то немножко... Микросхему мне напомнил. У этой книги есть вторая часть. Но не знаю, как теперь до нее добраться. Она какая-то не очень популярная была. Ни первая, ни вторая части. Но можно было бы ее раскрасить, если заново. Я бы, наверное, заново бы раскрасила. Смотрите, какая прелесть. Это еще, я помню, чуть ли не позапрошлом году раскрашивалась. А здесь на фоне, кстати, карандаш Prismacolor. И он мне так почти весь ушел на этот фон. Я не жалею, отличный оттенок. Мини Мандала. Тоже восточная плитка. И, кажется, вот он, последний узорчик. Со звездочками в конце тоже немножечко образцов. Все, представляете, книжка закончена. Отличная раскраска. Если где-то увидите, рекомендую. Я с ней провела немало приятных часов. И последняя на сегодня. Круглый Мандал. Здесь одна картинка. Вот такая пестрая, яркая. Здесь я использовала капиллярные ручки. В том числе не файн-лайнеры, а брод-лайнеры по толще. Которые тоже давно что-то ими не раскрашивала. Такие они удобные, как тонкие фломастеры. И, наверное, в этой книге, в этом месяце хочу пораскрашивать побольше. Тоже хорошо она, кстати, активно заполняется. Но здесь у меня нет опасений, что она быстро кончится. Потому что очень толстая, классная книжка. Вот. Так что буду продолжать свои любимые книги раскрашивать. Как-то сюжетные отошли у меня окончательно на второй план. Я поняла, что обожаю узоры. И, соответственно, только их и раскрашиваю. Ну, пока так. Не знаю, как там в будущем будет. Спасибо, что посмотрели. И скоро увидимся. Пока. Пока.